Добро пожаловать на юбилейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви, Кентингтон Тэмпл, и руководитель Лондон Сити Чёрдж, Колин Дай. Меч Духа — это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором на углубление познания Бога, личным самотношением с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Сегодня мы начинаем новую тему, которая звучит так. Как слышать Бога? Или пророческое слушание. Будем говорить о том, как слушать Бога, как слышать Бога, как услышать Бога в твоей личной жизни, в твоей ежедневной жизни, и как запустить Его Слово на практике, как его использовать. И Бог — это Бог, который разговаривает, Он живой Бог, и Он говорит Своему народу. Он открывается нам через Своё Слово, чтобы мы могли знать Его. Это так же, как в наших человеческих отношениях. Мы ведь разговариваем друг с другом, и мы слушаем друг друга. И когда мы разговариваем с Богом, нам также нужно научиться Его слушать. И во время этой темы на занятиях я покажу. Мы с вами будем изучать все различные способами, которыми Бог говорит Своему народу. Конечно, основной способ, как Он с нами разговаривает, — это через Своё Слово, через Писание. Но также нам нужен Дух Святой, который должен оживить это Слово внутри нас, чтобы Он открывал Христа нам через Своё Слово. И когда мы учимся это делать, всё меняется. Мы уже не чувствуем себя потерянными и в одиночестве. Мы тогда имеем руководство, направление для своей жизни. Слово Божие говорит, Библия говорит, что Слово Божие — это свет. Это светильник, который направляет нас, показывает нам путь. И в этом мире, мир и тьмы, нам нужен свет Божьего Слова. Мы с вами будем рассматривать и поговорим о том, как Слово Божие взаимодействует с нами, с нашим характером, так, чтобы мы научились Его лично слушать и слышать. Одна из больших проблем для верующих сегодня — это в том, как же мне знать волю Божию для моей жизни. И мы поговорим об этом очень лично. Как Бог может меня вести, направлять меня, руководить мной. Мы все эти темы будем разбирать во время наших занятий на данный предмет. Мы с вами посмотрим из Ветхого Завета, как пророки слышали Бога. Потом мы с вами посмотрим в Новом Завете, как Бог послал Свой Дух в нашу жизнь, чтобы мы все имели, можно так сказать, пророческое измерение в своей жизни, для того, чтобы мы по-настоящему могли узнать Бога. Одна из самых известных молитв Нового Завета — это молитва апостола Павла за Ефесян, когда он сказал, что «Я молюсь, чтобы Бог дал вам дух о премудрости, откровения к познанию Его». Это Ефесянам 1 глава, 16, 17, 18 стихи. Другими словами, чтобы глаза вашего понимания, очи сердца вашего были просвещены, то есть чтобы глаза сердца были открыты, чтобы ты мог увидеть Бога, чтобы ты мог познавать Бога и чтобы ты научился слышать Его голос. Мы с вами будем рассматривать, как это пророческое измерение в жизни действует сегодня и прямо сейчас в твоей жизни, моей жизни. Буду благословить вас, и давайте мы начнем нашу тему. Я хочу всех вас поприветствовать. Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Это школа служения в слове и в духе. Наша тема сегодня и на наше ближайшее занятие звучит так. «Как слышать Бога?» И, конечно, не может быть более важного вопроса, чем этот «Как слышать голос Божий?» Вы знаете, это является секретом к нашей молитвенной жизни. Если мы слышим от Бога, мы будем знать, как молиться. В этом секрет к нашему служению в Духе Святом, потому что, когда мы слышим Духа Святого, тогда мы знаем, что Он ведет нас в служение, служение в Духе Святом. В этом секрет жизни, которая является успешной перед Богом, потому что, когда мы слышим Его инструкции, мы их исполняем в послушании, тогда Дух Святой может благословлять нас. Действительно, Библия говорит, что те, которые водимы Духом Божьим, это и есть дети или сыновья Божьи. Итак, мы говорим с вами о такой теме, которая очень-очень важна, и она касается многих других тем, которые мы также охватываем целыми сериями библейских занятий «Меч Духа». И мы с вами увидим это, когда мы будем дальше двигаться. Я хочу вас воодушевить, во-первых, чтобы вы имели голод и жажду по голосу Божьему с целью услышать Его голос и узнать Его. Вы знаете, услышать голос Божий, это значит, нужно прислушаться к Нему, нужно говорить с Ним, нужно познать Его, нужно узнать Его пути. И когда мы встречаемся с вами вместе на церковных богослужениях, ударение ставится на спикера, да, то есть есть проповедник, который вам что-то говорит. Если вы молитесь, вы говорите Богу. Если вы Ему возносите хвалу и поклонение, вы обращаетесь к Богу. Если вы одушевляете друг друга, вы говорите что-то друг другу. Интересно, что бы произошло, если бы на церковных служениях пастор и лидеры, отвечающие за служение, сказали бы, сегодня мы не будем вам ничего говорить, сегодня мы будем просто слушать Бога. Люди бы просто растерялись бы и не знали, как с этим справиться. Что делать? Потому что люди обычно не умеют слушать Бога, но все-таки сегодня так часто мы слышим слова. Бог сказал мне, Бог говорит, а что же это значит тогда? Это значит, что мы в эти дни действительно учимся слушать голос Божий. Мы с вами учимся двигаться в Духе Святом. И это является основанием для всего, что Бог призывает нас делать. И если мы не слушаем Его голос, мы можем заблудиться. Что-то может увести нас в сторону. Если мы не умеем различать между Его голосом и своим голосом, мы можем попасть в обольщение или в заблуждение. Если мы не умеем различать между голосом Божиим и голосами других, будь то голос дьявола, или голоса других верующих, или голоса неверующих, Если мы не умеем различать между голосом Бога и другими, любыми голосами, тогда мы можем очень сильно запутаться и попасть в смущение. Вы знаете, цель вот этой темы, как слышать Бога, является следующей, чтобы вы научились узнать и узнали, как говорит Бог, как в целом или в общем Бог разговаривает, и также, как Бог разговаривает с тобой. И чтобы вы также узнали, научившись слышать голос Божий, как этот процесс работает или действует в вашей жизни, и чтобы вы узнали о всех библейских принципах, которые дадут вам действительно уверенность в том, что это голос Божий. И моя молитва за вас, когда вы будете вместе изучать эту тему, как слышать Бога, будете узнавать голос Божий, чтобы вы развивали внутри себя слушащее и слышащее сердце, сердце, которое открыто и которое чувствительно голосу Божьему, и чтобы вы были готовы действовать на основании этих услышанных от Него слов. Сейчас мы давайте обратимся сразу же к нашей первой части. Я назвал эту часть так «Пророческое слышание», потому что это касается самого такого центрального момента того, о чем я хочу поговорить с вами в этой серии занятий. И перед тем, как мы продолжим, я хочу показать вам, что я хочу сказать во время этой темы наших занятий «Как слышать Бога». Это связано с тем, что в других рабочих тетрадях на другие темы записано, например, познавая отца, познавая сына и знакомство с Духом Святым. Во всех этих книгах, рабочих тетрадях с конспектами мы все-таки подчеркиваем, как Бог призывает нас к очень близкому личному отношению с Ним. Это лицом к лицу, отношения, партнерства, характеризованные верой, любовью, посвящением и общением. Вот такая вера, любовь и посвящение – это взаимно. Наша вера в Бога, а также признавая, что Бог уверен в нас, это взаимно. Мы посвящены Ему, и Он посвящен нам. Это взаимно, наша любовь к Нему, а Он первый возлюбил нас, поэтому Он слушает нас, а мы слушаем Его. И, конечно же, здесь такой приоритет, чтобы мы слушали Его. И когда мы слушаем Его, тогда мы можем постоянно быть настроенными на Его волну. А если мы не научимся слушать Бога, то мы никогда не сможем знать Его лично. То есть не сможем знать Его глубоко и близко. Да, мы можем читать Библию и говорить, да, я слушаю Бога, когда я читаю Библию, в принципе, это хорошо. Но вам нужно слышать Его за рамками этого, чисто вот такого учения. Вам нужно слышать биение сердца Бога, вашего Отца, а вам нужно понимать вот это горячее желание, страсть, которую имеет Иисус, и знать присутствие Духа Святого в вашей жизни, потому что вы призваны знать Его лично, а не только вот так вот теоретически. Это живые отношения с Ним. Во время библейских занятий на тему «Живая вера» мы говорим о том, как важно слышать Божьи слова перед тем, как мы делаем какой-то шаг веры. Вера – это значит поверить Богу. И если ты не услышал Бога, тогда ты не знаешь, во что тебе верить, потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это Римлянам 10.17. Поэтому мы должны продолжать слушать Его. В рабочей цитрате с конспектами на тему служения в Духе Святом мы признаем, что эффективное христианское служение зависит от того, чтобы мы слушали то, что говорит Бог нам. Не берем на себя свою какую-то инициативу в служении, но мы отвечаем Духу Святому, который ведет нас, ведет нас в том, как молиться за людей и как прикоснуться к жизни людей. Во-первых, мы должны от Него услышать, а затем действовать. Если мы действуем, не услышав от Него, тогда мы не действуем в вере. Мы действуем просто в каких-то своих умозаключениях и предположениях. И тогда ведем свое служение, а не Его служение. А также в конспектах и в рабочей цитрате на тему правления Бога я подчеркиваю, как наши отношения с Богом основываются на нашем подчинении Его правлению, а не тому, чтобы мы соблюдали какие-то наборы правил, постановлений и законов. А как же нам подчиняться Его правлению? Как нам узнать, что Его правление действительно есть в нашей жизни? Да, обязательно мы обращаемся к Божьему Слову. Мы понимаем учения Иисуса, читая Писание, но кроме этого, также есть водительство и направление Духа Святого, потому что мы водимы Духом Божиим. Мы неуправляемы и не контролируемы законническими правилами и какими-то постановлениями. Так, как будто бы соблюдая эти правила, мы получаем вот эти отношения с Богом. Нет, мы отвечаем Богу, когда мы слышим Его голос и следуем за Ним. Это евангельское послушание, оно личное, оно божественно подкрепленное послушание. То есть способность слушаться от Него же и приходит. Это послушание Божьей конкретной воли, а не просто Его общей воли. Поэтому в каждой конкретной ситуации и в обстоятельствах нам нужно знать, о чем Бог говорит нам, для того, чтобы мы могли просто течь в этом потоке послушания. Вы знаете, с тех пор, как пришел Иисус Христос, когда пришел Его Дух Святой и Его дары и дар Духа Святого в нашей жизни, благодаря всему этому мы вступили в эти отношения с Богом, благодаря чему мы можем слышать от Него. Я хочу воодушевить вас с самого начала, что вы можете слышать Бога. На самом деле Бог говорит с вами все время многими разными способами. Я хочу показать вам, как различать эти разные способы, чтобы к тому времени, когда мы завершим эти занятия, услышав такое глубокое учение и четкие, практические рекомендации, чтобы вы знали и умели слышать Бога. Вы знаете, слушать — это процесс. И вот это тоже мы должны понимать во многих, знаете, аспектах нашей христианской жизни. В теме спасения по вере и в некоторых других рабочих тетрадях спасения по благодати. Вот в этой книге с конспектом я показываю вам, что обращение к Богу — это процесс точно так же, как новорожденный ребенок. Он рождается, и для этого требуется время. Что-то должно произойти. Обращение к Богу — это процесс. Ты делаешь шаг из смерти в жизнь, но процесс, в котором Дух Святой приводит тебя вот к этому уровню, к этому моменту, когда ты уже готов верой сделать этот шаг от смерти в жизнь, процесс может занять какое-то время. И это не что-то одноразовое, что-то в теме нашей «Живая вера». Мы видим, что вера — это тоже процесс, потому что вера не происходит с тобой одним таким шагом. Но вера — это процесс, развивается, растет в тебе. И вы знаете, в теме познавая или знакомство с Духом Святым, и также служение в Духе Святом, мы тоже видим с вами, что Дух Святой работает в нашей жизни, приносит свои дары и свою благодать, чтобы мы это переживали, и Он постоянно снаряжает нас. Нам нужно постоянно опираться на Него и иметь в Нем этот покой. И точно так же в нашей теме «Как слышать Бога». Дьявол пытается нас обмануть, конечно, вот в этой сфере. Он предполагает и говорит нам многие-многие разные виды лжи. И многие из них, из этих идей, основаны на том, что слушать Бога, вы знаете, это очень редкое переживание. И многие евангельские верующие, они так и говорят об этом. Им не нравится харизматический акцент, о котором говорим мы, говоря о том, как слышать Бога, потому что очень часто им, похоже, легче посадить Бога в какую-то коробку, вот так вот запереть его в Библию, и, похоже, им нравится слышать о Боге, а не слышать от Бога. Ну, конечно, это неприменимо ко всем евангельским верующим, потому что мы все разные, но вы знаете, вот в такой школе служения, получается, что мы делаем? Мы комбинируем и объединяем самое лучшее понимание, которое есть о слове с помазанием и движением Духа Святого. И вот эта серия занятий как раз-таки и о слове, и о Духе. И вы увидите, как это все актуально, когда мы будем это изучать, потому что в этой недостаточно просто читать Библию и думать, что вы понимаете доктрины, которые на этих страницах записаны. Вам также нужны отношения с Духом Святым, потому что тогда слова эти становятся реальностью для вас и приобретают глубокий смысл именно в вашем переживании. Вы сможете сказать, что многие общие принципы из этой книги тогда будут управлять вашей жизнью и дадут вам очень много мудрости, чтобы вы знали, как поступать в многих разных ситуациях. Но также будут такие случаи, когда ваши конкретные ситуации, они просто не расписаны в Библии. Да, принципы, которые есть там, они могут в вашу жизнь направлять. Но вам все-таки нужно услышать от Бога о том, как применять принципы Слова Божьего Писания в своей жизни, в своих переживаниях и на опыте. Итак, как слышать Бога и как услышать Бога, это постоянный процесс, день за нем, момент за моментом. Это активный процесс, рассчитанный на всю жизнь. Иногда дьявол пытается дать вам представить, что Бог говорит с каким-то, знаете, таким мегафоном, с рупором. И если вы не услышали огромный такой шумный звук, как будто через мегафон с неба, значит, Бог не говорил. И я должен исповедоваться перед вами, что, дорогие друзья, мы проповедники, мы самые большие, скажем так, нарушители, да, вот, истины. Потому что, когда мы говорим о том, как Бог проговорил нам, мы оставляем людям это впечатление, что это произошло так, что был гром, была молния, землетрясение, что-то такое. И мы говорим, вот, я лежал на своей кровати, и вдруг Бог заговорил со мной. И люди уходят с таким впечатлением, что ангел встал там, произошло землетрясение, вся комната потряслась, и вот такой громкий голос громовой сказал, «Колин, сейчас я разговариваю с тобой». Ну, вообще было не так на самом деле. Просто какое-то тихое впечатление, картина или ощущение возникло в сердце, никакого громкого голоса не было. Просто очень тихо возникло такое нежное ощущение, побуждение и возрастающая убежденность в чем-то. Но когда вы начинаете двигаться и расти в духе святом, вы будете лучше и лучше различать, что это и есть голос Божий, который работает в тебе. И поэтому мы, проповедники, часто, говоря об этом, оставляем у людей впечатление, что событие, как Бог с нами проговорил, было очень драматичным. Иногда события бывают драматичными, но очень часто, и чаще всего оно абсолютно не драматичное. Это тихий, нежный голос, и Илии пришлось этому научиться. Опять же, после Великой Победы на горе Кармила, и мы коснемся этого момента в одном из наших занятий. И поэтому очень важное ударение, которое мы хотим поставить с самого начала, звучит так, что Бог желает, Он хочет говорить с тобой, и Он не слишком занят, чтобы пообщаться, Он не слишком, знаете, такой вот нежелающий, чтобы это сделать, и не слишком святой, чтобы с нами разговаривать. Когда мы приходим к Нему, нам не нужно всегда падать на колени, умолять Его, чтобы Он с нами поговорил. Хотя в духе смирения и в смирении сердца, Бог, Он более чем готов, более чем хочет разговаривать с нами. Но нам нужно Ему доверять в том, что Он Бог, который разговаривает, который общается, Он такой. Поэтому нам нужно с самого начала уяснить для себя, что проблема-то не в том, чтобы Бог там говорил или не говорил. Проблема именно в нас, чтобы мы услышали и слушали. Вот почему я назвал эту серию занятий «Как слышать Бога». Вы знаете, и также это такая подтема, которая звучит так, пророческое слушание. Я хочу обрисовать контекст. Почему я назвал это пророческим слушанием? Когда я говорю о пророческом слушании, я не имею в виду различные формы того, как мы слушаем. И пророческое слушание – это одна из форм того, как мы можем слушать. Что я имею в виду? Я хочу сказать, что когда мы слушаем Бога, это такой процесс, который является частью более широкого, более такого пророческого проявления Бога. Другими словами, то, что я говорю, это следующее. Любое слушание Бога является пророческим слушанием, потому что это часть вот такого пророческого процесса. И поэтому вот эта серия занятий, она также относится вот и к пророчеству, к пророческому дару и к пророческому служению. И вы увидите, как это связано между собой. Но сейчас я хочу отметить, что это нам показывает, это говорит нам о том, что когда мы приходим к Богу, чтобы Его послушать и услышать, это часть вот такого пророческого процесса. Смотрите, это очень что-то активное, а не пассивное. Когда мы слушаем Бога, тогда мы ожидаем того, чтобы Его Слово активировало нас. И существует очень активное ожидание от Бога. Это не просто, знаете, пассивно ждать. Тебе нужно действительно успокоить свое сердце. Есть элемент какой-то пассивности, но он не такой, что нужно просто сесть, откинуться и ждать, пока Бог что-то будет делать. Нет, это активное слушание Бога. Это значит искать. Очень часто, когда Библия говорит, чтобы мы искали Бога, она это и имеет в виду. Здесь говорится о том, чтобы ты активно стремился, искал Бога. Поэтому мы слушаем Бога не просто, знаете, так же, как мы слушаем, например, какую-то мелодию или музыку ради развлечения. Нет, мы слушаем Его как обученный пилот, как пилот, ученик, который прислушивается к пилоту, инструктору, для того, чтобы тот Его учил и направлял. И это показывает нам, что слушать Бога – это взаимоотношение. Это не какая-то механическая функция. Поэтому мы слушаем Бога не так, как мы слушаем оператора на анонимной телефонной линии, горячей линии. Нет, мы слушаем Его так, как дети слушают своих родителей. Это действительно вопрос личных отношений. И опять я хочу снова и снова подчеркнуть, что мы слушаем Бога постоянно, непрерывно, а так вот иногда, от случая к случаю. И вы знаете, это единственный способ, как мы можем быть всегда на связи онлайн. Это так вот, как подключить свой компьютер к интернету, и ты находишься в онлайне, в интернете 24 часа в сутки. Постоянно ты в онлайне. И это радостно очень, потому что ты не знаешь наверняка, когда он будет говорить с тобой. И фактически он говорит с тобой намного чаще, чем ты можешь себя представить. И мы покажем вам это. Но я не говорю сейчас, что все сейчас становятся такими странными, ненормальными, ходят, знаете, с такими духовными антеннами поднятыми. И говорят, а что ты делаешь? О, я слушаю Бога. Нет, нет, нет. Ты просто ведешь себя очень странно. Не надо вести себя странно. Бог разговаривает с тобой в твоих личных отношениях с Ним. И Он делится чем-то с тобой. Постоянно разговаривает. Это показывает нам также, что весь этот процесс того, как мы слышим Бога, он укореняется именно вот в таком пророческом контексте. Другими словами, мы слушаем Бога, как пророки слушали Его в те древние времена. Очень такие близкие взаимоотношения помазанного служителя, который готов действовать на основании Божьих слов. И сейчас давайте мы чуть более глубоко, более детально разберем пророческое слушание. Английское слово пророк, пророчество, пролепророчество, телепророчески. Все эти слова происходят из двух греческих слов. Из двух слов. Первое – «про», которое означает «вперед», и «феми», что означает «говорить». Про феми. А они, эти два корня, объединившись вместе, означают «говорить вперед». Итак, пророк – это тот, кто высказывает, объясняет или говорит вперед, если можно так сказать по-русски, о мыслях и о Божьих советах и о Его воле. Поэтому эта фраза «пророческое слушание», она не только указывает на то, что есть место послушать в пророческом процессе, но это также подчеркивает тот факт, что мы прислушиваемся тому, что высказывает Бог из своих мыслей, из своей воли. Высказывать это означает. И поэтому нам нужно будет, послушав, передавать иногда это послание дальше, и нам нужно будет говорить что-то от Его лица, и этим завершается такой пророческий процесс. Пророческое слушание – это не как физическое слушание звуков, которые звучат в наших ушах. Это духовное упражнение, потому что мы слушаем духовно. Наши духовные уши настраиваются, мы сосредотачиваемся верой. И когда мы это делаем, мы начинаем слышать личные мысли, волю Божью, Его явленное, открытое Слово, Его воля открывается нам. И вот такие вещи приходят к нам через такой пророческий процесс. И вы знаете, конечно, я во время наших занятий дам вам и практические рекомендации, а также библейские принципы насчет того, как нам слушать Бога. Я обязательно это сделаю, потому что я хочу вас научить, как слушать и слышать Бога. Но ударение все-таки вам нужно знать. Я готовил, когда эту тему... Приготовьтесь, акцент стоит на Боге, который говорит, то есть как Он говорит нам, передает нам свое слово и свою волю. Если мы поймем, каким путем Бог это делает, тогда мы будем знать, как мы можем слушать или слышать. Это очень просто на самом деле. Если вы поймете, как работает спутниковое телевидение, тогда, скорее всего, вы поймете и будете знать, что нужно делать, чтобы принять этот сигнал. То есть, если вы знаете, что спутниковое телевидение работает, когда мы принимаем сигнал с спутника, который транслирует этот сигнал, и этот сигнал, его можно поймать этими тарелками спутниковыми, да? И затем этот сигнал проходит через определенное устройство. Да, я не буду дальше углубляться в технические подробности сегодня, но это техническое устройство, приемник, интерпретирует этот сигнал в такой форме, который изображается у вас на телевизоре. Вы знаете, нам нужно несколько элементов. Тарелка, декодер и телевизор, то есть монитор. И когда у тебя есть эти три элемента, вы собираете, подключаете друг к другу, или кто-то другой приходит, и вам это все подключает, и вы готовы тогда включать и слушать. Поэтому, если вы знаете, как работает коммуникация, то есть связь, тогда вы, скорее всего, поймете, что можно сделать для того, чтобы этот сигнал принять. Поэтому ударение будет на Боге, и как Бог говорит, что для меня является намного более важным и радостным, чем просто сосредоточиться на процессе слушания. Слушать кого и с какой целью, то есть что мы знаем, что мы слушаем Бога, и как Он разговаривает, и цель, которая является основой Его желания разговаривать с нами, и цель, которую Он преследует, когда мы слушаем Его, я думаю, тогда все встанет на свои места, если мы все это поймем. Это означает, что пророческое слушание, это не означает слушать тишину, потому что есть такая нью-эйдж, вот такая вот методика мистическая какая-то, и встречаются такие люди, говорят, тихо-тихо, ну что с тобой? Я слушаю, а что ты слушаешь? Я слушаю тишину. Да, вы знаете, есть реальное ощущение, когда действительно нам нужно настроиться, вначале нам нужно отключиться от всего отвлекающего для того, чтобы настроиться на голос Божий, но это не просто мистическое, знаете, такое опустошение своего разума, потому что тогда любой злой дух может свои мысли злые туда запустить. Нет, мы фокусируемся на Боге, мы открываем наши сердца, чтобы принять Духа Святого и принять свидетельство Духа. Я не знаю, как это для вас, у меня есть несколько практических советов. Всегда, когда мне нужно прислушаться к Богу, и я просто тренирую себя, чтобы слышать Его в течение всего дня, в этом шумном окружении, когда мы заняты, когда мы делаем дела особенно, когда я служу, когда я служу, проповедую или молюсь, я слушаю Бога, я прислушиваюсь к Богу, насколько это возможно, всегда. И даже не слушаю так сильно себя, не прислушиваюсь, как прислушиваюсь к Духу Святому, чтобы я мог принять то, что Он хочет мне сказать, чтобы я мог быть направленным и руководимым им. Но также, как и это, вы никогда не научитесь слышать Бога в таком шумном, публичном месте, до тех пор, пока вы не научитесь успокаивать свое сердце в тихом и уединенном месте. Для меня иногда я просто в отчаянии, мне так это нужно, я очень хочу слышать от Бога на этом уровне глубины. Кроме, конечно, тех особых времен, когда по благодати Бог просто бросает мне конкретную мысль в сердце, которая очень важна. И это может быть переживание, которое меняет всю жизнь. Это слово, которое меняет всю жизнь. И вот такие времена есть, когда я ищу Бога, и мне требуется как минимум час, друзья мои, чтобы все мое тело успокоилось. Вот так для меня это бывает. Еще нужен час, чтобы душа моя успокоилась, и потом еще один час, чтобы Дух мой реально, вот прям вот реально настроился на Бога, на этом уровне глубины. Вот так оно происходит. Я могу от двух до трех часов провести, ожидая от Бога. А затем это происходит, как будто кто-то очистил линию, настроил, как будто убрал эти пробки из моих ушей. И тогда ощущение Божьего присутствия, оно очень сильное. Поэтому мы должны практиковать Божье присутствие таким образом регулярно. И чем больше ты ожидаешь и слушаешь Бога в своем уединенном месте, тем легче тебе будет иметь эту чувствительность к Нему в публичном и шумном месте. Вот поэтому мы ставим такое ударение. Такой акцент не просто на методику, как слушать, но на самом Боге, который всегда разговаривает. Поэтому в нашей теме, как слышать Бога, как и в других темах нашей серии библейских занятий Меч Духа, я очень много времени провел, подготавливая эти темы, основывая это все, начиная все это с Ветхого Завета. И это очень важно. Фактически это важная характеристика всех занятий Меч Духа. Поэтому с вами будем понимать, разбирать, как Бог открывался в Ветхом Завете, открывался Пророком. Там мы с вами поизучаем в Новом Завете, как первая церковь имела пророков, которые слышали Бога. Как они слышали? И посмотрим, как это пророческое слушание должно применяться к нам в церкви сегодня. В пятой и шестой частях мы с вами рассмотрим момент пророческого применения, то есть пророческого аспекта в нашем слушании. То есть мы поговорим, как это применим к церкви, и поговорим о пророческих фундаментальных вещах в пятой и шестой частях. И поговорим о пророческом применении всего это в нашей жизни, в частях от седьмой до девятой. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие на тему, как слышать Бога, пророческое слушание. Я молю, чтобы Бог начал сам служить вам и помогать вам понимать, как вы можете услышать Бога сами, лично, и как вы можете взять то, что Он вам сказал, и на практике это применить. В следующий раз мы с вами встретимся и продолжим эту тему пророческого слушания, как слышать Бога, да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok